всем привет друзья с вами криптовалют сегодня мы разберем рынок криптовалют также то что многие уже давно не замечают однако торгуют как и мы в закрытой группе вчера я предоставил видеоотчет и доходность за апрель 2020 года но тем не менее многие люди уже сейчас значит не видят то что альткоины умирают про это мы поговорим чуть позже но тем не менее давайте разберемся что у нас с рынком криптовалют рынок криптовалют сейчас пилит жесткий боковик биткоин доминанс не откатывается соответственно не о каком пока что альтсизоне речи быть не может то есть практически мы видим что bitcoin доминанс даже возможно перебьет те значения которые значит у нас были установлены за последнее время в сентябре а то и в декабре 2019 года когда биткоин доминанс был на максимумах то есть такое ощущение что биткоин доминанс именно биткоин доля биткоина на рынке будет вполне 80 а то и даже 90 процентов чем это сулит для альткоинов и в чем есть негатив во первых то что все кто трейдили к биткоину не грамотно как-то пытались строить с инвестициями меняли биткоины как-то надеялись что в итоге там что-то взлетит по итогу все просадки до что не возьми то есть по большому счету если человек во время не вышел то он к биткоину в просадке если же мы говорим про то что происходит с альтой то альта умирает и это не шутки то есть по большому счету мы видим что есть такая монетка qtum она по капитализации на 46 месте когда-то она была на 30 мы даже выше и что мы видим за последнее время монета появилась в семнадцатом году и после ее пампа после ее хайпа после хайпа всех криптовалют мы видим что эта монета практически лежит она лежит уже с июля 2019 года и мы видим что она опускается до были здесь какие-то интересные объемы хочу сказать и подметить что объемы у этой монеты есть всегда то есть эти объемы превосходят рыночную капитализацию ее нужно отметить что здесь практически вообще монета мертва на торговле да мы пытаемся торговать этой монеты да действительно волатильность есть бывает монета взлетает если она взлетела на 10 20 процентов это уже очень хорошо потому что рынок как-то становится очень слабо волатильным и многие этого не замечают то есть если bitcoin там плюс-минус на пол процента или процент двинется то альткоины по большому счету реагируют либо также на процент либо не реагирует вообще то есть волатильность убили у альткоинов волатильность убита у биткоина то есть практически раньше когда bitcoin как-то шевелился то альткоины значительно шевелились например bitcoin на 10 процентов альта на 30-40 процентов ну то есть сейчас этого уже нету и многие этого не замечают и это довольно уже плохо то есть здесь уже такая рисуется картина мертвая картина мертвых монет картина такого что монеты которые были навряд ли уже могут даже вернуться к своим значениям в восемнадцатом году и это действительно очень страшно то есть это страшно для альткоин холдеров то есть сейчас розовые очки у альткоин холдеров они просто разбиваются почему потому что вся вот эта картина она говорит о том что монеты уже не интересная эра альткоинов возможно уже начинает проходить и она подходит концу кстати спонсор видеоролика крипто кошелек с новейшей функцией начисления процентов за простающие активы vision wallet точка ком а все благодаря встроенную арбитражному боту который быстро покупает валюту на одной бирже задешево и мало не уносно продает ее на другой бирже радует что проценты тут не космические а вполне реальные от 20 процентов в месяц также в кошельке есть встроенный обменник валют и действует мгновенный вывод компания лицензирована имеет канадские и российские сертификаты ведет легальную деятельность них пишут крупные сми вроде а их и комсомольской правды а партнерство с битго гарантирует сохранение средств ссылка в описании вот и по итогу что можно сказать то что это все действительно плохо в принципе какая-то надежда есть на то что в итоге по альткоинам будет пилиться какой-то мертвый боковик и рано или поздно они все-таки так или иначе выйдут да есть альткоины с повышенной волатильностью да такие еще остались они находятся в топе но тот же bitcoin смотрите как он ходит как он ходит интересно то есть в принципе мы видим что если даже холдить bitcoin то здесь получается нечто интересное да нежели у того чтобы холдить альткоины на альткоинах только можно трейдить да поскольку волатильность больше чем у биткоина хоть и не такая что касается значит биткоина то мы видим что рост у нас раз два три 4 5 6 7 8 9 10 недель 10 недель восьмая неделя была некой такой коррекционные но тем не менее мы тоже росли и здесь если мы не перебиваем фитиль отметка у нас значит 10 тысяч долларов и выше не закрепляемся то мы идем ниже почему а потому что у нас падает сейчас хешрейт и вы помните что в марте перед падением хешрейт тоже падал вот сейчас он тоже падает то есть определенно майнеры распродают оборудование отключаются по крайней мере нам об этом говорит график да и здесь но не самые лучшие времена ждут я думаю bitcoin то есть определенно у нас будет коррекция и об этом даже говорит один из трейдеров тунвейс которому я не доверяю потому что он в девятнадцатом году продавал bitcoin по 5000 долларов потом он сказал что я продаю по 9000 долларов откуда он выкупил биткоины когда он этого успел сделать когда он принципе зафиксировал по 5000 долларов свои биткоины непонятно то есть это все можно найти в интернете но возможно если эти статьи не удалили то принципе это можно найти то есть я считаю что тонвейс это псевдо трейдер вот и что он говорит что он думает что есть шанс что мы пробьем уровень 10 тысяч долларов это будет в течение 72 часов до и в принципе в рамках этого bitcoin может подняться на 12 тысяч долларов до 12 тысяч долларов если же этого не произойдет то курс окажется ниже уровня 8000 долларов к чему я в принципе тоже склоняюсь больше части по крайней мере я жду сначала таргет 9000 долларов потом 8 но не ниже пока что 8 то есть это пока что рано говорить хотя могут пролить и очень быстро в принципе ничего нового такого не говорит то есть понятное дело что я вам вчера рассказывал что определенно здесь у нас есть это таргеты торговли таргет торговли у нас значит выход за 10 тысяч долларов это будет означать то что в принципе можно пролонговать движение до с коротким стопом немного взять принципе отметка у нас есть также 8600 долларов 8500 вот эта зона тоже зона поддержкой может оказаться и у нас есть в принципе 8100 долларов также у нас уже вырисуется golden cross что такое golden cross это значит пересечение 50 200 мувинга зачастую это означает что инструмент будет побычи двигаться но я сомневаюсь почему потому что у нас смотрите эти бары у нас на рост 1 2 3 4 5 и на 6 бар я думаю что мы упадем и упадем неплохо поэтому в принципе golden cross это нести на последней инстанции он не всегда срабатывает а срабатывает тогда когда инструмент лежит на дне в данном случае инструмент вырос именно bitcoin естественно здесь мы видим что этот самый golden cross он был 18 февраля 20 года а потом bitcoin конечно же упал то есть это фейковый golden cross почему почему bitcoin упал потому что цена находилась наверху естественно здесь тоже цена находится наверху что будет я думаю что все знают что касается эфириума у него произошел самый golden cross но цена как себя ведет в принципе не не уверена так она себя и ведет да то есть у нас есть явная зона поддержки это 170 долларов соответственно пробив которую мы уходим вниз да и определенно здесь может торговаться боковик до 2021 года поэтому такие дела то есть ничего тут такого интересного нет то есть понятно все как ясен день то есть определенно нужно работать и совершать короткие трейды от тех отметок которые есть с низкой волатильностью с той волатильностью которая есть сейчас в альткоинов я бы вам не советовал работать больше потеряете с учетом того что многие люди конечно же жадные поэтому в принципе подводя итоги что можно сказать то что у нас биткоин хешрейт значительно принципе понизился и понизился он как и в марте до 2020 года перед проливом также нужно отметить что биткоин растет на недельном таймфрейме опять-таки десятую неделю это перегретость это определенно а также нужно перед что на дневном таймфрейме тоже есть перегретость мы все время получаем бары на рост бар нападения мы так и не получили коррекцию мы нормальную так и не получили поэтому друзья делайте выводы то есть я все-таки желаю чтобы вы зарабатывали пока что находимся вне рынка будем смотреть что будет дальше но принципе такие дела видео отчет есть телеграм-канале всем удачи к и до новых встреч но ссылка на крипто кошелек с новейшей функцией начисления процентов за простающие активы будет в описании